Итак, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные готовят подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом он заявил накануне поздно вечером. И если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне швидкого затопления останется больше 80 населённых пунктов, включительно с Херсоном. Это сотни, сотни тысяч людей могут постраждать. Это может быть уничтожено забезпечение водой значительной части певдя Украины. Этот российский террор может оставить запорезскую атомную станцию без воды для охлаждения. Вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водосховища. И даже работа канала, который построен для поставления воды в Крым, и про который периодически, как будто, печутся в Москве, будет полностью сруйнована. Ранее об этой же проблеме Владимир Зеленский говорил в четверг на заседании Европейского совета в Брюсселе, в котором он принимал участие по видеосвязи. Президент Украины попросил мировое сообщество превентивно действовать и направить на гидроэлектростанцию международную наблюдательную миссию. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в намерении подорвать плотину Каховской ГЭС. Более того, российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают о подрыве, как будто бы об уже свершившемся факте, неизбежном, и рисуют карту затопления районов. Никаких подтверждений подобных намерений ВСУ российская сторона не приводит. И перед нашим выпуском, перед его началом, появилось еще одно сообщение уже от главного управления разведки Украины. Оно сообщает, что россияне, по их данным, еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС. Российские военные, по этим сведениям, установили на дамбе два военных тентованных КАМАЗа без водителей, и обе машины полностью загружены ящиками с взрывчаткой. Напомню, также около часа назад назначенные Российской Федерацией власти оккупированные новые Каховки опровергали сообщение о минировании Каховской ГЭС, назвали их ложью. А российское командование обвинило в намерениях подорвать дамбу украинские войска. Украина, в свою очередь, отрицает эти намерения. К нам в прямом эфире присоединяется Юрий Комельчук, народный депутат Украины, член Комитета по энергетике и член делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Юрий, я приветствую вас. Слышите ли вы студию? Приветствую, слышу вас отлично. Да, добрый день. Спасибо за приглашение. Спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру. Давайте сейчас не о тех данных, которые появляются, поскольку это данные разведки, едва ли есть возможность их комментировать. Вопрос, если позволить, вначале о возможных последствиях. Если, не дай бог, подобное произойдет, насколько разрушительным это будет для региона в целом и каковы будут последствия? К сожалению, да. Мы имеем пример в истории, когда во время Второй мировой войны подобные действия уже были. Советская армия уже подрывала гидроэлектростанции. Это было, кстати, не в одном месте. Были менее масштабные ситуации. Гибли люди, гибли солдаты. Причем это делалось не для того, чтобы достичь каких-то позитивных результатов, а с целью, скажем так, просто навредить. Поэтому сейчас мы рассматриваем эту ситуацию примерно так же. Но и, кстати, в случае подрыва гидроэлектростанции, в случае подрыва дамбы, действительно могут пострадать и большие скопления военных Российской Федерации, которые сейчас находятся возле Херсона. Поэтому это такая двухсторонняя, скажем так, из двух составляющих этой ситуации. Они могут, во-первых, навредить региону. Мы понимаем, что в связи с этим может очень сильно пострадать земли и сельского хозяйства. Это первое. Второе. Могут сильно пострадать населенные пункты. Это обычное население, которое совсем не является военным. Третье. Это могут пострадать во факту военные российской стороны. И четвертое. Можно таким образом замести некие следы жертв, которые, как нам сообщают люди, которые вырвались из-под оккупации в Херсонской области и поехали на контролируемую территорию, где-то там в Киев, в другие города. К сожалению, они сообщают, что там мы тоже найдем много захоронений, подобных на Эрпене и Гучу. Насколько, если подобное произойдет, насколько это может стать угрожающим для Запорожской атомной электростанции, о чем говорил Владимир Зеленский, и у этого? Какие могут быть последствия? Я прошу прощения заранее за эти вопросы, которые могут прозвучать дилетантски, но, тем не менее, важно услышать ответы. Нет, ну, все правильно. Охлаждение действительно зависит тоже от этого водохранилища. Это, конечно, да. Там существуют и резервные возможности охлаждения, это факт, но они будут ограничены по времени таким образом. То есть для того, чтобы исправить ситуацию, ничего не произошло дальше с каким-то увеличением тепла на конкретных блоках атомной электростанции, нужно будет делать дополнительные установки охлаждения, которые надо еще откуда-то привезти. То есть, конечно же, это дополнительный риск. Ну и нужно напомнить о том, что склады с техникой и оружием Российской Федерации находятся на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, поэтому это еще усложняет ситуацию. Может быть, наложение одно на другое. Все это, в принципе, видно как еще один вопрос такой атомной террористической дипломатии от Путина и его команды, которая, конечно же, не воспринимается мировым сообществом и может нести угрозы не только в военном плане, но и в экологическом, энергетическом и так далее. Если еще энергетическую инфраструктуру можно за время отстроить, то о человеческих жертвах мы, конечно же, не можем это оценить. Это большая угроза. Но, тем не менее, если говорить об энергетической инфраструктуре, насколько принципиально Каховская гидроэлектростанция для энергетического оснащения Украины, той ее части, которая аннексирована Российской Федерацией, и той ее части, которая в Российской Федерации не контролируется, контролируется украинским государством? — Именно для этого региона, конечно же, это важно, потому что, опять-таки, если повреждены соединения линий электропередач возле Запорожской атомной электростанции, там происходит постоянный возврат, скажем так. Энергетики Украины восстанавливают связь с энергетической системой Украины, российские войска опять ракетами разбивают эту связь. И так происходило уже несколько раз. Поэтому для этого региона, конечно же, это важно. Но снабжение происходит и от другой атомной электростанции, если мы говорим, что это южно-украинская атомная электростанция. Возможно, еще работают альтернативные источники, если они не уничтожены. Мы знаем, что большое количество солнечных электростанций было уничтожено или вывезено, украдено из этих территорий. Поэтому там, конечно же, существует дисбаланс. И это риск для отсутствия электроэнергии в зимний период, отсутствия тепла. Я уже об этом тоже не говорю. Действительно, это важно. Но нужно еще понимать, что это также будет влияние и на Крым. Потому что фактически в связи с этим сильно пострадает подача воды через канал, который идет в Крым. Поэтому можно сказать, что эта угроза, если вдруг осуществится, нанесет вред сразу же тем людям, которые проживают в Крыму. Ну вот здесь в связи с этим один из наших зрителей, который, очевидно, не доверяет тому, что вы говорите, как следует из его сообщения, пишет следующее. То есть Россия взорвет дамбу, чтобы себе же нанести ущерб. Гениальная логика. Иначе говоря, если обратиться к политической, что ли, стороне этого вопроса, как бы вы ответили? Ну все очень просто. На самом деле мы понимаем, что внутри власти в России происходят уже войны, как минимум, трех отдельных кланов, которые сейчас пытаются ошибки военные российского руководства спихнуть на кого-то одного или перебросить один на другого. Поэтому происходят такие вещи, которые можно описать примерно так. Если не получается захватить и удержать украинский территорию... Так. ...не получилось... Простите, связь... Да-да-да, мы вас слышим. ...связь перервалась, извините. Эта стратегия примерно выглядит так, чтобы, если не получается каким-то образом удержать территорию, то, по крайней мере, сделать так, чтобы нанести максимальный вред. Ведь это вред, он получается для того, чтобы еще раз запугать и ввести в панику обычное мирное население, а также продолжать уничтожать экономику Украины, которая сейчас на юге Украины очень сильно пострадала. Мы говорим про агросектор, мы говорим про энергетические установки альтернативных видов добычи электроэнергии, солнечные станции, ветряные станции и так далее. А если говорить в том числе про территорию Крыма, мы прекрасно понимаем, что рано или поздно вооруженные силы Украины войдут и в Крым, и будут освобождать и эту территорию. Кстати, относительно этого у нас есть разведданные, что некоторые корабли и большое количество самолетов уже покинули эту территорию или пытаются еще как-то это сделать. Поэтому, скажем так, если уже у кого-то в Кремле есть план для отступления, то это отступление они хотят сопровождать максимальным разрушением, чтобы нам, скажем так, досталась максимально разбитая территория и мы имели проблемы с ее восстановлением. И дополнительно, скажем так, ненавистью людей, которые проживают на этих территориях к украинской власти, которая, так сказать, будет считаться, что не смогла защитить от подобных проблем, которые могут возникнуть, от взрыва на Каховской ГЭС или от проблем на Запорожской электростанции или от проблем с водой и электричеством в общем в этом регионе. У меня, наверное, последний вопрос. Если позволите, Юрий, вот Владимир Зеленский накануне призывал мировое сообщество действовать превентивно и направить на гидроэлектростанцию международную наблюдательную миссию. Несколько недель назад, или вернее даже уже пару месяцев назад, мы видели, как подобная международная миссия была допущена на находящуюся под контролем Российской Федерации Запорожскую атомную электростанцию. Насколько этот вариант допуска международной миссии на гидроэлектростанцию в Херсонской области вам представляется вероятным, что ли, что они будут допущены на территорию Каховской ГЭС и насколько этот вариант вообще прорабатывается и обсуждается? Этот вариант прорабатывается однозначно. Я думаю, что вероятность и есть, поскольку действительно был прецедент допуска на Запорожскую атомную электростанцию. Но надо точно сказать, что не допускали во все помещения, на все территории, поскольку там в разных местах хранится оружие или стоят солдаты. Поэтому это была не полная картина. Полную картину, к сожалению, не разрешили сделать. Но все равно даже этот шанс, он дает возможность оценить хотя бы частично критичность ситуации и понять, как действовать в том или другом плане, будет ли спокойно или будет неспокойно, будут ли какие-то происшествия там происходить или нет. Любой случай доступа, даже частичный, он является полезным в общем для энергетики не только, берем, Украины, а в общем для состояния этого региона и, в принципе, энергетической стабильности на нашем континенте. Я благодарю вас, Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по энергетике, член делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Европы в прямом эфире телеканала «Дождь». Ну и в продолжение этой темы, минувшей ночью украинские военные нанесли новый удар по Антоновскому.